Сегодня в Вашингтоне объявлено об организации месячника безопасности молодежи на дорогах. Ежегодно в США гибнет свыше 5000 человек в авариях по вине молодых водителей. Александр Панов продолжит тему. Сегодня главным причинам аварии с участием молодых водителей добавились электронные устройства. Неотъемлемые атрибуты 21 века отвлекают американцев от дороги. Молодежь, находясь за рулем, посылает смс-сообщения и просматривает интернет. Эта угроза едва ли не большая, чем традиционные причины аварии алкоголь и марихуана. Главная причина летальных исходов в дорожных происшествиях с участием молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет отвлечения внимания. Разговаривать по телефону или набирать сообщения не менее опасно, чем ездить с непристегнутым ремнем употреблять алкоголь, сильные медпрепараты или наркотики. Исследование страховой компании State Farm показало, что свыше половины водителей в возрасте от 18 до 29 лет просматривают интернет, находясь за рулем. В авариях американской молодежи гибнет больше, чем в результате уголовных преступлений, самоубийств, наркомания, алкоголизма вместе взятых, утверждают руководители управления безопасности на дорогах. Из 30 тысяч человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в прошлом году, свыше 5 тысяч, то есть каждый шестой, жертвы молодых водителей. Раньше Конгресс выделял десятки миллионов долларов на размещение антиалкогольной социальной рекламы на национальных телеканалах. Полиция приглашала журналистов, чтобы продемонстрировать, как именно она работает на дорогах с нетрезвыми водителями. Мало садиться за руль трезвым. Не забудьте при этом выключить телефон. Вот лозунг сегодняшнего дня. Общественная организация НОЙС назвала май месяцем безопасности молодежи на дорогах. 8 мая в Вашингтоне пройдет марш. В десятках школ и университетов состоятся массовые мероприятия. Вы знаете о том, что каждый день 11 подростков погибают из-за того, что отвлекаются на дороге на телефон и другие устройства? Только отправка текстовых сообщений за рулем увеличивает риск аварии в 22 раза. В интернете на странице проект «Желтый свет» объявлен конкурс на лучшие студенческие видеоролики, предупреждающие об опасности смс-ок за рулем. Главный приз – 5000 долларов. Среди спонсоров – крупные автопроизводители и телефонная компания. Организаторы компании убеждены, что можно резко повысить культуру поведения на дорогах, ведь удалось же Америке победить массовое курение. Александр Панов, Дмитрий Шахов, RTVI, Вашингтон.